Традиционный муниципальный конкурс «Лучший учитель городского округа Пущина-2018» проходил в течение месяца. Он состоял из четырех этапов, которые смогли успешно преодолеть три очаровательных педагога. Каждый из них отстаивал честь того образовательного учреждения, в котором работает. Впечатления, конечно, хорошие, высокие впечатления. А как решилось? Не знаю, вот так случилось. Решила попробовать себя, показать то, что я умею. В середине декабря все испытания позади. Впереди лишь праздничный концерт, поздравительная речь и оглашение результатов. В начале торжества конкурсанты участвовали на сцене. Им вручили диплом об участии, сохранив при этом интригу о том, кто же стал лучший из лучших до конца вечера. Каждый человек в жизни должен нести ответственность за свою жизнь, за свои поступки, чаяния. Должен, но не каждый несет. А вы взяли на себя такой груз, такую ответственность, нести ответ за своих воспитанников, за своих учеников. И это для того стоит. Приятным подарком как для конкурсантов, так и для тех, кто собрался в красном зале, стали яркие выступления воспитанников хореографических коллективов детско-юношеского центра «Радуга». Не только ребята, но и педагоги смогли продемонстрировать свои творческие способности на сцене декабрьским вечером. Ольга Попова исполнила лирическую вокальную композицию, а Мария Охапкина прочитала для гостей концерта ритмичный речитатив по профессиональной тематике. И у спортсмена, и у учителя есть свой девиз, и он по учителю. Если не хочешь на месте стоять, ты же и тело, и зволь упражняй, все же разумное, доброе, вечное скажу спасибо своим подопечным. Награжденных в этот день было куда больше, чем трое. На вечере присутствовали почетные гости – представители системы добровольной сертификации информационных технологий России. Они приехали в наш город поздравить руководителей образовательных учреждений и педагогов, которые в 2018 году активно принимали участие в различных конкурсах и занимали призовые места. Пущино – муниципальное образование, это такое муниципальное образование, в котором детские садики и отношения к детям дошкольного возраста – лучшие в Российской Федерации. Дипломы, памятные подарки и кубки вручили педагогам пущинских детских садов. Кто-то получил награду за призовое место в конкурсе по Московской области, кто-то по Центральному федеральному округу, а кто-то даже по России. По рейтингам системы добровольной сертификации был выявлен лучший детский сад и лучший педагог по стране. Мы наградили лучший детский сад России 2018 года. Это детский садик Дюймовочка. Он в Пущино находится. И как ни странно, детские садики представляют и лучшего педагога в России. Это Юдина Людмила Ивановна. В ходе церемонии награждений можно было убедиться в том, что 2018 год для пущинских педагогов прошел насыщенно и плодотворно. За преданность делу и самоотдачу поблагодарила педагогов, исполняющие обязанности начальника отдела образования Татьяна Кулаткина. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за работу в 2018 году, за ваше терпение, за ваши теплые сердца, за ваше неиссякаемое творчество, за ваше трудолюбие и за то, что вы все вместе в нашей команде. Финальным аккордом церемонии награждения стало оглашение результатов конкурса «Лучший учитель городского округа Пущино-2018». Третье место в нем заняла Юлия Агеева, педагог школы номер один. Второе – Валентина Федотова, учитель гимназии Пущино. Победительницей конкурса стала Анна Гринь, педагог школы номер три. Очень достойные соперники. Было с кем побороться, было на кого посмотреть, поучиться. Поэтому огромное им спасибо. Победа на муниципальном этапе – это только начало. Впереди Анну Анатольевну ждет областной уровень, который может стать путевкой на всероссийский конкурс «Учитель года». Анна Зарубина, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино. Анна Зарубина, Иван Хромов, ТВС Пущино. Анна Зарубина, Иван Хромов, ТВС Пущино.